Югорчанам будет проще путешествовать по Алтайскому краю. Наш округ подписал соответствующее соглашение с регионом. Главным его результатом будет более плотное взаимодействие бизнес-ассоциаций и создание новых туристических маршрутов и продуктов, которые будут интересны как жителям Алтайского края, так и Ханты-Мансийского автономного округа. Югорчане смогут отправиться на Алтай не только по экскурсионным маршрутам, но и поехать в оздоровительные и лечебные туры. Мы сегодня презентуем свои туристические возможности, свой санаторно-курортный потенциал, различные виды туризма, туроператорам, представителям профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа с тем, чтобы увеличить туристический поток в Алтайский край из вашего региона. Конструкторы из Нижнего Новгорода построят для Югры современное медицинское судно. Его проект презентовали губернатору Наталье Комаровой во время рабочего визита. Напомню, уже почти 30 лет по рекам Югры курсирует плавполиклиника. За лето врачи успевают обследовать жителей почти полусотни отдаленных поселков региона. Однако затраты на ремонт судна ежегодно растут. Помещений для оказания медпомощи и размещения персонала не хватает. По проекту новое судно будет двухпалубное – 63 метра в длину и 10,5 в ширину. Его осадка всего метр. Это увеличивает маневренность и позволит легко заходить даже в неглубокие заводи. Современный теплоход оборудуют всем необходимым, в том числе и для маломобильных пациентов. Для них предусмотрен лифт и специальные широкие полутораметровые коридоры. Принимать пациентов здесь могут терапевты, педиатр, лор, офтальмолог, гинеколог, хирург, невролог, стоматолог, эндокринолог и онколог. Также в проекте лаборатория, кабинеты УЗИ и рентгена, склад стерилизационная и два резервных помещения. На строительство плавполиклиники потребуется два года. На главных водных артериях Югры стартовала навигация. В эти выходные пассажирские суда начали курсировать по АБИ. В связи с этим отменили некоторые вертолетные рейсы до отдаленных поселков. На вертыши речной транспорт начал ходить 4 мая. Например, из Кантемантийска можно добраться до 11 муниципалитетов. Всего же Северречфлот запустил суда по 25 маршрутам. Полный список направлений можно посмотреть на сайте Северречфлота. Там же приобрести билеты. Отмечу, в этом году стоимость проезда на речном транспорте выросла почти на 4%. Это связано с установленным Министерством экономического развития России ценовым индексом. Он зависит от общего уровня цен на товары и услуги. Мотоциклисты пополняют печальную статистику. В субботу в Нижневартовском районе 29-летний мужчина, управляя мотоциклом Сузуки, не справился с управлением. Наехал на тросовое ограждение и упал на проезжую часть. От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Позже дорожные полицейские установили, что у водителя не было прав. Передвигался он без защитного мотошлема. С начала этого года второй смертельный случай с мотоциклом. Помимо этого, в авариях травмы получили 4 югорчанина, в том числе один несовершеннолетний пешеход. 24 водителя задержали за управление транспортом в состоянии опьянения. Пятеро задержали повторно. 10 отказались от медицинского освидетельствования. 47 водителей привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения. 93 за нарушение требований к перевозке детей. Югорская делегация Югорская делегация – самая многочисленная команда российской студенческой весны. Форум творческой и креативной молодежи стартовал в Нижнем Новгороде. На церемонии открытия встретились 3,5 тысячи студентов со всей страны. 150 из них югорчане, и это рекорд в том числе и для нашего региона. Студентов поддержала губернатор Наталья Комарова. Она вместе с югорской делегацией побывала на церемонии открытия. Участники подарили главе региона фирменную толстовку. Отмечу, фестиваль продлится до 20 мая. За это время молодые люди покажут больше 20 творческих номеров и примут участие в конкурсе региональных программ. К слову, в этом сезоне фестиваль разделен на 10 направлений. Помимо привычных номинаций – вокал, хореография, театр, мода, журналистика – добавились стрит-арт и графический дизайн. В игру впервые прибыл поезд победы. Это состав времен Великой Отечественной войны. Именно в таких солдаты уезжали на фронт и возвращались с победой обратно. Поезд прибыл на железнодорожный вокзал Сургута. Посмотреть на легендарный эшелон приехало почти 5000 человек. Для сургутян организаторы устроили настоящий праздник – песни военных лет, танцы и, конечно же, экскурсия по вагонам поезда, таких как аптечно-санитарный, офицерский и для рядового состава. Кроме этого, горожане могли посмотреть настоящее артиллерийское орудие тех лет. Всего в составе несколько платформ с военной техникой. Сургут стал конечной станцией в маршруте поезда. За время своего следования он побывал в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях. Как говорят организаторы акции, в следующем году они постараются вновь приехать на поезде Победы в Югру, но уже расширив подвижной состав. Конечно, мы будем стараться, чтобы этот поезд был не разовая акция, а постоянная. И единственное, что нас ограничивает, пока что очень мало подвижного состава. Мы пытаемся воссоздать этот поезд из оригинальных вагонов того времени. То есть это не реплика, не новодел, это именно те участники того времени. И мы хотели бы как раз людей ознакомить с аутентичным подвижным составом. Жительница Мегиона рискнула, чтобы заработать, и отдала мошенникам больше 3 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружной полиции. Большой обман начался два месяца назад. Тогда Югорчанка получила письмо, где ее приглашали сделать инвестиции. А уже на следующий день ей позвонили. Сначала девушка, которая подробно рассказала о вложениях, а потом мужчина. Он представился финансовым аналитиком и предложил для пробы начать с 15 тысяч рублей. Потерпевшая, сочтя сумму небольшой, решила рискнуть. Спустя сутки лжеаналитик стал настаивать на более крупных вложениях. Тогда потерпевшая перевела на указанный счет все сбережения – 60 тысяч рублей. Но и этого оказалось мало. Мошенник на другом конце провода постоянно торопил Югорчанку, советовал обойти все доступные банки и набрать кредитов. Кроме того, помогал обходить блокировки при переводе крупных сумм. Бдительность потерпевшей усупили контрактом, где говорилось, что в случае потери средств некая фирма возместит все убытки. В какой-то момент женщина отказалась снова искать деньги и переводить их на чужой счет. Сразу после этого мошенники прервали связь. А Югорчанка поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело. Жители Нижневартовского района защитят от клещей, комаров и грызунов. Сначала подрядные организации продезинфицируют детские площадки и общественное пространство. Так, например, от паразитов в Нижневартовском районе планируют обработать свыше 123 гектаров территории. Работы проведут в три этапа. Разница между ними месяц. Первый продлится до 30 мая, а заключительный запланирован на июль. К слову, акарицидную обработку также уже начали в Сургуте, Нефтьюганске, Югорске, Кандинском, Сургутском и Нефтьюганском районах. Защитить от клещей специалисты планируют почти 5000 гектаров территорий. Для наглядности это как 10 тысяч футбольных полей. На данный момент обработана вата и начались обработки в ПГТ Излучинск. Противоключевые обработки будут проводиться абсолютно во всех населенных пунктах Нижневартовского района. В первую очередь обработки будут подлежать школьные и дошкольные учреждения, учреждения здравоохранения, а также объекты массового пребывания людей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Югорчане присоединяют на двух информационных точках. Одна из них находится в здании МФЦ Нижневартовского района. Другая во дворце спорта Югра. Отмечу, принять участие в голосовании могут все желающие старше 14 лет. Выбирают по своему усмотрению, кто рядом живет. Те говорят, мы хотим, чтобы это ближе к нам было. Другие говорят, да нам все равно, Излучинск это наш родной поселок, поэтому, скорее всего, что можно было бы где прогулять. Мне кажется, что это больше всего набережная. Югорчане присоединятся к акции 100 дней до начала Паралимпийских игр. С 24 августа по 5 сентября в Токио пройдут главные состязания мира для особенных спортсменов. Сегодня по всему региону стартуют паралимпийские уроки. Специалисты Центра адаптивного спорта Югры разработали методические материалы. Это видеосюжеты, необычные задания и ребусы. И теперь проведут занятия в коррекционных школах и реабилитационных центрах по всему округу. Участников акции познакомят с историей Паралимпийских игр и чемпионами из Югры. Напомню, Россию в Токио будут представлять 14 югорчан. Они выступят в таких дисциплинах, как легкая атлетика, пауэрлифтинг, дзюдо, паратхаквандо и плавание. Сразу после больницы, буквально через пару месяцев, я уже принял участие в первых соревнованиях спортсменов с инвалидностью в нашем округе. Достаточно быстро я набрал форму после больницы и стал показывать хороший результат. Для меня Паралимпийские игры – это прежде всего та часть моей спортивной жизни, которая является самой яркой, самой незабываемой, самой впечатляющей. И мне довелось четыре раза стоять на пьедестале. Играл ГИН в мою честь. И это очень дорогого стоит. Но я очень счастлив и горжусь этим. МФК «Газпром Югра» вновь потерпел поражение от КПРФ в одной четвертой финала Суперлиги. Накануне в Москве команды сыграли второй матч в серии. Напомню, что в плей-офф борьба идет до трех побед. Очередное противостояние не порадовало голевой феерии. Судьбу матча решил всего один гол, и тот случился только в дополнительное время. Вратари обеих команд словно заколдовали ворота и не давали мячу пересечь линию. Галкипер югорской команды Звиад Купатадзе отразил пенальти и 10-метровый удар с интервалом в одну минуту. Во втором тайме югорчанин Николай Шистеров также не смог реализовать удар с точки. Там за москвичей сыграла штанга. Единственный гол был забит на 10-й минуте добавленного времени. Янар Асадов воспользовался ошибкой защитников и замкнул передачу от сургутянина Артема Ниязова. 1-0 в матче и 2-0 в серии. Впереди КПРФ. Сейчас команды переберутся в Югорск, где сыграют третий матч.